МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да ехать, уже третий раз здесь застреваю. Участок улицы Кавалерийская, междворовый проезд от дома на проспекте Декабристов 9 к 47-му детскому саду и выезд на улицу Карпинского. Картина, которую мы застали в пятницу, по словам местных жителей, повторяется здесь ежедневно. На повороте между домами в колее постоянно застревают автомобили. Вчера застрял, целый час опоздал. Сегодня утром тут скорая проехать не могла. И вот каждый день тут с проблемами, с такими сталкиваемся, выезжать. И никто помочь не может. Как это чаще всего и происходит, автомобилисты помогают себе сами. В багажнике прямяка лопата и трос – незаменимые вещи. Машины застревают. Ходить невозможно. Был гололед, невозможно было ходить. Сейчас опять такая мягкая погода, снегопад. Опять, вот видите, как аша, ходить тоже невозможно. Практически здесь, вот считайте, вот почти по всему проспекту Декабристов так. Ужасно, я вообще не знаю. Наши мужчины рвутся к власти, а порядок наводить никто не хочет. Ситуация с междворовыми проездами близка к чрезвычайной. Буксуют не только машины, но и пешеходы. С трудом передвигаются пожилые люди и мамы с коляской. Им под ногами снежная каша. Кто отвечает за это безобразие, надо разбираться. Попробуем проанализировать ситуацию. Это программа «Мой дом, моя территория». Тема выпуска «Неочищенные дворы». Картина, которая сейчас наблюдается в наших дворах, не характерна для февраля. Так обстоят дела обычно в апреле-марте. Но синоптики предупреждали о наступлении ранней весны и говорили, что будет оттепен. Теплая погода стоит уже не день и не два, а как минимум неделю. Неужели за это время нельзя было почистить дворы? Да, в городе эпидемия гриппа, но не все же дворники на больничном. Предлагаю наугад проехать 10 дворов и проанализировать ситуацию. Картина во всех фермских дворах примерно одинаковая. Либо снежная каша на дороге, на тротуарах не убрана совсем, либо снег убран, но не вывезен. Так, например, обстоят дела на проспекте Декабристов 29. Видно, что техника проходила недавно. Только снег после нее все равно остался. Теперь не на проезжей части, а на пешеходных дорожках и парковочных местах. Вот так вот и чистится, раз в зиму почистят. Видимо, зависит от управляющих компаний. Каша сплошная. Утупаешь. Особенно тяжело в таких условиях работать участковым врачом. За смену они должны обижать не один двор и дом. Тяжело очень. У меня со столицы участок начинается, до Карпинского. Я, наверное, час иду бегать. Конечно, тяжело. Дорога между домами на компосе 96 и Чкалова 39 – одна большая колея. При этом жители пятиэтажки на Комсомольском проспекте вынуждены ходить по проезжей части. Пешеходные дорожки здесь отсутствуют вовсе. Впрочем, нет тротуаров и еще в одном центральном пермском дворе на Швецово 41. При этом собственникам дома угрожает не только опасность оказаться под колесами автомобиля. Кровля здания покрыта ледяными глыбами. Жители этого микрорайона домов 6А, 10А по улице Гадаулина еще месяц назад писали нам жалобу о том, что невозможно ни выйти, ни выехать из собственных дворов. Их единственный выезд на центральную улицу проходит между домами 8 и 10 по Гадаулина. Его за зиму не чистили ни разу, говорят пермики. На минувшей неделе грейдер заехал во двор. Жители надеются, что не в последний раз. Колья сплошная, так и прочищена, его хватило на один день и все. Это, по-моему, один раз за всю зиму прочистили. Тяжело ходить, потому что не едет. Это и машинам, по-моему, так же. Такую же картину мы застали на улицах Макаренко, Холмогорска и Юрша. А в этом дворе снегоуборочная техника долго не стала трудиться с вывозом снега. Его с территории домов по революции серединой просто отгребли к дому по Народовольческой 23. Самым грязным двором из всех обследуемых оказался вот этот на Гусарова 11. Двум машинам здесь никогда не разъехаться. Один автомобиль будет вынужден забираться на неочищенную придомовую территорию, а потом с трудом выезжать с нее. Я не помню, когда после раз чистили, если честно. Ну как-то был, трактор один раз приезжал, а так вот после снегопада еще ни разу не чистили. Вот люди проходят вообще кое-как, а машины, вот видите, как они скользят. Вообще даже страшно идти вот здесь вот, по дорожкам. За все время, пока съемочная бригада курсировала по случайным пермским дворам и улицам, ни один дворник и ни одна снегоуборочная техника не попались на глаза. И только в этом дворе на Ким-113 и Хрупская-37 в пятницу вечером был настоящий праздник. Особенно у автовладельцев. Дворники тщательно очистили придомовую территорию и места для парковки. Главный вопрос, кто должен чистить дворы и выезды из них от снега, если речь идет не о частном секторе, а о территории многоквартирных домов. Если брать по границам ответственности, то ситуация складывается следующим образом. Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и территория, в пределах границы этого земельного участка является общедомой собственностью. За нее несут ответственность. Собственники многоквартирного дома, а исполнителем услуг по содержанию текущего ремонта является управляющая организация, это ТСЖ, либо управляющая компания. Соответственно, вопрос, связанный с уборкой территории в зимний период, в пределах границ земельного участка, лежит на плечах управляющей организации. Все, что связано с межквартальными проездами, это зона ответственности территориальных органов, то есть администрации районов. Для обеспечения проезда и очистки проезжей части в пределах границ, значит, нанимается техника, все в пределах средств на содержание жилья. То есть, есть уборка зимняя, эти виды работы подразумевают. Соответственно, должно обеспечиваться беспрепятственный проезд спецтехники, в том числе, выезд автомобилей и проезд автомобильных личных в пределах границ этих домов. Если есть претензии к межквартальным, пожалуйста, в администрацию районов собственник может обратиться. А вообще, координатором действия должна выступать управляющая компания, то есть должна понимать, мониторить ситуацию, где проезда нет. Если есть, необходимо там связаться с администрацией районами, тоже связывается. Я думаю, что здесь понимание должно быть четкое, самое главное, чтобы был обеспечен проезд, потому что мы за этой ситуацией тоже смотрим. У нас есть такой показатель проезд спецтехники во дворах. То есть, мы еженедельно собираем информацию со станции скорой помощи, где у нас, возможно, происходили буксировки спецтехники, да, машин скорой помощи. И поэтому оперативно направляем информацию управляющей организации, где это происходит. Итак, если по кадастровому паспорту дорога считается территорией многоквартирного дома, то убирать от снега ее обязана компания, обслуживающая дом. Берем квитанцию, набираем телефон диспетчерской службы, заявляем о своей жалобе и обязательно спрашиваем фамилию диспетчера, а также порядковый номер, который вашему заявлению присвоен в служебном журнале. На следующий день не поленитесь, еще раз наберите диспетчера и выясните, какое решение принято по вашей заявке и в какой срок она будет исполнена. И так до тех пор, пока не добьетесь своего. Собирайте письменные ответы на свои заявки. Такая скрупулезность в будущем может пригодиться. Оправляющая компания в случае получения письменного заявления или устного в течение двух дней обязана сообщить вам номер вашей заявки и сообщить о принятых мерах. Если вы обращаетесь лично в управляющую компанию с заявлением письменным, то тут же незамедлительно должны сделать отметку на экземпляре вашего заявления. Вот с этим заявлением о том, что услуга оказывается ненадлежащего качества, вы вправе обратиться в течение шести месяцев с того момента, когда была либо не оказана услуга, либо оказана услуга ненадлежащего качества. И, соответственно, за период в течение шести месяцев, если вы обратились в этот период, вы вправе поставить вопрос о снижении размера платы за эту услугу. Кроме того, если систематически управляющая компания допускает подобное нарушение, не убирает снег, можно поставить вопрос и о расторжении договора с управляющей компанией. В нашем городе до сих пор нет полного понимания, кто какой участок дороги внутри жилого микрорайона убирает от снега. Белых пятен на карте города тех, за которые никто не отвечает, по-прежнему много. И это возмущает, но больше всего беспокоит другое. Качество работы тех, за кем закреплены дворовые территории. Ведь мы им платим ежемесячно согласно существующему договору. Спрашивается, что мешает предъявить материальную претензию, собрав необходимые доказательства халтуры. Что мешает, например, на том же общем собрании жильцов вычеркнуть пункт из договора об уборке снега. И на будущий год нанять других подрядчиков. Только наша безграмотность. Пока собственники жилья терпят ситуацию, она не разрешится. Мы будем платить за свою глупость. И по весне надеяться на русское. Авось сам разгребу, лопатой или сосед поможет выдернуть. Это была программа «Мой дом, моя территория». Разберитесь с ситуацией в собственном дворе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин